всем привет здравствуйте я приветствую вас на нашем мастер-классе сегодня мы будем работать вот таким замечательным витражным гелем выполним моделирование сегодня я хочу сделать достаточно длинный ноготь постараюсь сделать это максимально быстро чтобы не занимать ваше время и наша вижу не превратился в бесконечность поэтому быстренько начнем пальчик своей модели я уже подготовила первый этап у нас предварительными обезжириваем при помощи евро-клинсеров ногтевую пластину здесь у нас все идет по классической технологии евро-клинсер далее nail prep дегидратан для дополнительного обезжиривания подсыхает на воздухе мы его подсушиваем ждем полного испарения и следующим этапом наносим ультрабонд ультрабонд это препарат грунтовочный для того чтобы создать первичную дисперсию на поверхности натуральной ногтевой пластины и обеспечить дальнейшее прикрепление материала наносим ультрабонд тоненьким слоем без нахлёстов не сильно жирно также даем ему испариться на воздухе и следующим этапом нам необходимо нанести базу базовое покрытие можно использовать бейсгель из гель лаковой системы можно использовать супербонд из классической гелевой системы всегда об этом говорю то есть тут вы ориентируетесь уже на качество ногтевой пластины вашего клиента я сегодня бейсгель использую наносим бейсгель тоненьким слоем на всю поверхность ногтевой пластины носим тонко без убираем попала без моделирующего слоя сушим промежуточная подсушка можно пользоваться и просушивать в течение 30 секунд я сейчас буду устанавливать форму далее выкладывать удлинение поэтому в принципе 30 секунд будет достаточно сегодня хочу сделать достаточно длинный ноготь и форму использовать на всю длину форму снимаю слиткой основы подклеиваю окошечко жесткости остается на форме только лишь лепесток разрезаю форму по линии перфорации и примеряю для того чтобы смоделировать стилет нам необходимо форму установить с таким значительным занижением носика формы здесь можно чтобы не запутаться изначально до не сбить себе ориентир просто взять и вот сам носик по линии перфорации прям наметить такой сделать на меточку чтобы форма у нас уже четко четко стала скручиваю изгиб поперечная здесь у меня достаточно вытянутая линия гиппанихия будут выпадать углы поэтому конечно же форму мне нужно углубить углубляя окошечко формы делаю это по по линии гиппанихия и еще раз примеряю форму скручиваю подвожу под углы и вставляю середину ставила середину форма у нас будет в наклон поэтому верхней боковой части формы которые я фиксирую сбоку пальцы они у меня будут выше чем мой пальчик так и далее самая такая важный важный этап важная задача это склеить нижние боковые части стык для того чтобы форма не перекрашивалась не уходила фиксирую носик и начинаю выполнять зауживание формы от ногтевых вростов стараемся делать это плавно чтобы не пережать форму и боковые параллели у стиле то чтобы у нас получились ровненькие поэтому я аккуратненько подклеиваю снизу снизу а потом выхожу вот прям на носик совсем иголочка его делаю разворачиваю пальчик сейчас выйду из кадра мне нужно развернуть палец для того чтобы посмотреть относительно боковой оси пальца ровно или неровно стоит он у меня так и смотрим смотрите по боковой оси на что мы ориентируемся сейчас будем приподнимать форму у нас носик формы должен совпадать ну примерно должен совпадать с ногтевыми вростами то есть самый низ нашего носика с ногтевыми вростами здесь у нас форма так чрезмерно опущена вниз поэтому я отклеиваю верхние боковые части и фиксирую их на поверхности чуть-чуть натягиваю на себя форму чтобы сильно не давила пальчик линию гиппанихия вот таким образом нам будет достаточно и получится у нас ровно бокова параллель ничего терпимо модель моя согласилась на то чтобы форму мы не переустанавливали можно было чуть сильнее подрезать вот здесь центр для того чтобы ну клиенту не давила так достаточно большое внимание уделяем постановки формы смотрите чтобы она четко была ровная без перегибов ничего не пережималась это такой очень важный этап для того чтобы потом у нас получилась хорошая архитектура гель у нас мазарини гель это витражный гель витражный гель скульптурные гель жесткий который позволяет выполнить полное наращивание без применения каких либо дополнительных гель то есть материал позволяет сделать и удлинение на форме и выложить ногтевое ложе непосредственно этим гелем набираю сегодня я хочу чтобы у меня стилет был красивого насыщенного глубокого синего цвета каким образом мы можем пойти сначала мы можем выложить вот в стык в стык к натуральному ногтю слегка заходя на него то есть можно выложить сначала непосредственно удлинение с свободного края и промазываю до самого конца гель скульптурный витражный он имеет я бы сказала такую среднюю вязкость то есть он не сильно густой поэтому я не рекомендую вам с первого слоя брать и наваливать очень много то есть первым слоем можно сделать такую растяжку ну конечно если вы любите пилить можно на сразу на фигачить фигачить очень много а потом очень долго пилить я не люблю много пилить лишнего поэтому выкладываю такое для меня сразу классный красивый в лампу кладем аккуратно для того чтобы не зацепить форму потому что видите у нас удлинение сегодня достаточно большое скульптура в баночке видно что он очень-очень плотный можно этим материалом работать и материала можно работать и на своих натуральных ногтях на небольшой длине он будет более полупрозрачным естественно чем больше у вас толщина тем более насыщенный гель на при этом у него все-таки впервые в первую очередь это гель витражный то есть витражный эффект у нас конечно же присутствует очень приятный материал для работы в коллекции витражный гели у нас есть еще вот такой вариант в зеленом оттенке в общем пока я может подсыхать буду выкладку делать найду найду сейчас вам покажу еще вариант малинку покажу так делаем дальше продолжаем нашу работу смотрите какой красивый видно полупрозрачный уже сразу он красивый но так как у нас большая длина нам нужно сделать и хорошую толщину естественно и стрессовую зону спасибо тоже выложить так теперь я могу начать делать выкладку от кутикулы сразу гелем близко не подхожу потому что на длину мне нужно будет его распределить чтобы меня не было затеков поэтому я сначала подвожу с отступом ну а где-то уже к финишному этапу когда мы уже поймем что нам достаточно будет высоты можно будет подтянуть уже к линию кутикулы так как нам нужно и выстраиваю опять в центре притягиваю можно взять капельку максимальная толщина стрессовой зоны здесь у нас будет приближаться к ближе к линии гипонихия так как у нас большая длина это такие у нас классические до наши архитектурные параметры можно еще взять потрясающе красивый синий цвет вообще просто нереально красивый так можно перевернуть посушить естественно здесь мы будем делать это все в несколько этапов обусловлено это большой большой длиной протяжку я протягиваю а толщину основную все равно стараюсь концентрировать в центре переворачиваю центровую показ центрового немножечко в перевернутом положении подтягивая понимаем да что такую длину выложить нереально сделать это без опила опил будет естественно сушим поэтому разбиваем наше моделирование на 3 а то и на 4 этапа вот такой красивый розовый цвет я сейчас покажу а пока моя выполняет я вам покажу стеклышко еще одно преимущество этих материалов заключается в том что их можно между собой смешивать смотрите вот синий оттенок если я сейчас возьму розовый они просто обалденно смешиваются с друг с друг с другом можно делать такие истории с эффектом градиента и например если розовыми возьмем смотрите в чистом виде вот так он выглядит и также можно его из зеленым смешать получается такая прям морская волна очень красивый оттенок в общем я всем очень очень рекомендую юлия что не подготовилась ты мне сайт потом откроешь будет у тебя время я на сайте хочу показать гели смотрите как классно смешивается вот такая может быть вот такая палитра цветовая у вас из трех гели получится еще плюс как минимум два дополнительных оттенков я продолжаю продолжаю выстраивать архитектуру по поверхности на нашей большой большой длине до самого кончика формы мы это делаем боковые части можно разделить на два этапа выложить например с одной боковой стороны вот прям толщину выложить и на бочок положить сушиться потом с другой стороны то есть тут уже вы ориентируйтесь конечно же на то как вам удобнее работать пилить нам все равно придется бока насыщают толщиной переворачивать обязательно будем переворачивать обязательно будем сейчас я сушить отправлюсь стягивать в центр потому что нам нужно четкий центральный продольный из изгиб чтобы он был четким наполненным потому как это стилет обратили внимание насколько сильно я заузила форму и соответственно если наполнение у нас будет недостаточным вся наша конструкция будет не прочной поэтому здесь максимально важно именно центральное наполнение центральное наполнение еще нанесла продолжаю продолжаю присушиваем так спасибо большое можно на ими shop посмотреть эти материалы продукт представлен в баночках в объеме 15 миллилитров стоимость 1200 рублей вот они три представлены здесь у вас есть значок который нам говорит о том что это новинка в принципе если вы зайдете в гелевую систему в поисковике вот кстати наши еще одна новинка новая кри геля фирм flexible и далее следующие у вас будут новые витражные гели так что тем кто еще не попробовал я рекомендую это сделать подсушили при моделировании таких скажем так очень длинных ногтей да то есть это такая средне конкурсной работы учитывать этот факт что когда вы посушили материал сейчас еще чуть ближе подведу когда вы материал посушили сразу достали его из лампы конечно же гель нагревается естественно и по горячему следующий слой когда вы выкладываете гель может начать подтекать поэтому я делаю это в несколько слоев несколько этапов для того чтобы меня не растекалась сильно лишнего на кожу не попадала еще я продолжу выстраивать вот здесь мне важно именно в носике поверхность толщина материала именно на носике перевернем давай сцентруем потому что носик должен быть красивым четким острым и нужны материалы с которого мы это сможем выпилить в итоге прямо на носик на носик сразу переворачиваем отправляем на просушку когда сушишь старайся не включилась ровно максимально держать пальчик чтобы он на большом объеме не перекрашивался твердая классическая гелевая система в исполнении витражным подразумевает подготовку ногтевой пластины с использованием обезжиривателя nail prep ультрабонда и базового покрытия конечно же здесь подразумевается работа в системе трехфазной трехфазная система и после опила естественно требуется финишное покрытие подсушиваем еще и продолжаем такую ручку покрутим повертим со всех сторон наш достаточно длинный ноготь посмотрим где нам не хватает наполнения вообще при моделировании таких достаточно длинных длинных ногтей можно выложить основную толщину да вот вы считаете что вроде бы как достаточно выложили эту толщину и далее уже можно будет подсушить снять форму и начать опил и уже на этапе опила придет понимание где конкретно не хватает где конкретно не хватает где еще нужно доложить материал еще более жидким становится из-за того что материал нас укладывается на поверхность на поверхность горячая так выложила протянула можно прибегнуть к помощи линеарной кисточки для того чтобы немножечко поближе подтянуть можно это сделать кстати уже после такого основного опила для уже более детальной более аккуратной более аккуратной работы так но визуально сверху визуально сверху материала достаточно я сейчас отправляю ноготь на просушку уже финиш на в течение двух минут и мы с вами займемся уже непосредственно опилом займемся опилом и по необходимости по надобности будем уже добавлять количество материала если нам это будет необходимо вот такая коллекция очень красивых витражных гелей которая позволяет делать работы творческие моделировать длинные красивые витражные ногти можно использовать в в качестве удлинения только свободного края в технологии выкладного френча то здесь полет фантазии мастера можно выполнять классическое укрепление клиентам просто на короткие ногти тогда материал будет более полупрозрачным это тоже красиво смотрится выложить какие-то декоративные элементы со стороны кутикулы так ну что посмотрим обезжириваем сейчас посмотрим просох материал очень хорошо кстати просыхает естественно прозрачка это здесь вообще проблем никаких я от формы его отделяю видите как легко вот такой красивый длинный под кутикулой доложу позже так в первую очередь когда мы говорим о том что работаем со стилетом начинаем мы опять моя такую тактику четко выработала с того что мы приподнимаем боковые параллели пилочку беру 100 на 180 единиц пилочка новая чтобы не травмировать я чищаю края вот этого более грубого абразива таким образом много длинный поэтому чтобы его не оторвать от ложе ногтевого я пальчиком указательным придерживаю ложе ногтевое упираю здесь сверху для того чтобы он у меня не шел на излом и начинаю поэтапно работать с боковыми параллелями сначала с одной стороны сначала с одной стороны делаем все поэтапно потом разворачиваю также придерживаю ноготок пилиться очень комфортно пилиться очень легко особого какого-то давления для не оказывают здесь я работаю абразивом пилочки потихонечку потихонечку начинают подчищать боковые параллели стилет как и любые ногти подразумевает то что у него должны быть абсолютно ровные чистые красивые боковые параллели симметрию конечно же никто не никто не меня теперь с другой стороны продолжаем здесь у нас такой вариант знаете оля конкурсный конечно такую большую длину для того чтобы эти ногти были носибельные нужно и носик будет потолще делать в обычной такой нашей нормальной жизни как бы для клиента с тремя четырьмя и пятью детьми но согласитесь это не тот вариант моделирования конечно же в качестве такой работ творческой сделать кайфануть сделать красивую фотку выложите себя на странице показать свои навыки и умения почему вы нижние параллели я подобрала соответственно после этого у меня открывается толщина толщина ребер как в любом видите ребрышки ровные четкие как и у любого моделирования должны быть ребра абсолютно идентичны друг другу то есть ребра должны быть одинаково толщины я смотрю в боковое ребра начинаю выводить толщину снимать стилет всегда опиливаю как рожок от мороженого сначала сбоку можно положить себе на пальчик идем выходит наверх сверху и с другого боку все делаем поэтапно потому что любое неловкое движение пилочкой может привести к тому что на готов будет уже испорчен поэтому делаем все максимально максимально поэтапно и вот носик по кругу представляем себе рожок от мороженого сверху вниз всей плоскости пилочки мы это сделаем еще раз переворачиваем смотрим в толщину ребер видим что с этой стороны ребро нас толще материала здесь больше значит мы можем себе позволить с этой стороны еще немножко материала материала снять так дальше мы можем выйти на центральный продольный изгиб опилить вот здесь здесь у нас толщина слегка понизится и соответственно нам будет понятно если у нас необходимость в том чтобы докладывать материал по поверхности пилочка нового приближаясь к границе гель натуральный ноготь приближаясь к зоне кутикулы я чуть-чуть замедляюсь чтобы не больно не цепляю для того чтобы не травмировать понижаю вот этот переход центральный продольный изгиб должен быть плавным плавным подъемом от кутикулы плавным спуском к свободному краю здесь я перекрываю стараюсь перекрыть своим пальчиком кутикулу также для того чтобы как минимум минимизировать до риска травмировать своего клиента архитектура у нас потихонечку уже вырисовывается да там где блеск остался мы понимаем что возможно на материал придется доложить окончательно мы этот вывод сделаем после того как фактически соберем архитектуру искусственного ногтя уже до конца так что он такой длинный что мне проваливается проваливается в экран так еще чуть-чуть почищаем идеальный стилет должен заканчиваться острым острым таким пикой фактически дано на кончике должна быть пика которая не имеет в торце арки поперечная очень важно для стилета чтобы он был четкий вот такой ровный наполнять продольный изгиб когда я выкладывала на форме я основную толщину материала закладывала вот сюда на поверхность потому что часто бывает что длинные ногти стилет его так у . выворачивает чтобы этого не происходило уделяйте большое внимание именно выкладки материала в центральном продольном изгибе чтобы ноготь был максимально наполнен зона в ростах ногтевых подчищаю то есть уже так можно сказать собираю собираю его всей поверхности конечности лет понимаете да что стилет это все эти ногти которые требуют гораздо больших трудозатрат к первым длина большая в принципе здесь мы сейчас с вами выведем выведем по поверхности пилочка у меня полностью легла на поверхность сгладила ее не оставив никакого материала мы не будем с вами ничего докладывать хочу чтоб вот он был изящным максимально крутым обожаю стилеты просто это мои самые любимые ногти вот в моделировании моделирование конкурсном моделирование контент нам наверное есть ожидаем как ты думаешь можно уже говорить о контентом моделирование все-таки есть такие ногти которые мы делаем для того чтобы удовольствие получить для того чтобы мы только такие делаем до для того чтобы освежить носик дорабатываю свожу на нет с такими носиками будьте максимально аккуратны чтоб они не сломались и еще чуть-чуть вот здесь снизу подберу и что тоже прям такой вау эффект у нас с вами получился обращаю внимание что много делаю я очень сейчас максимально тонким такой красивый не перегруженный дастся ровной боковой параллелью классный ноготь которым хочу еще сделать небольшой дизайн сегодня можно производить шлифовку потому что со всех сторон и ребрышки у нас одинаковые заужение то есть он такой правильный шлифую поверхность также как я когда шлифую поверхность я также поддерживаю ноготок и здесь очень важно не зацепиться не уткнуться в нос шлифовщика особенно это актуально когда вы работаете на конкурсе когда работаете по таймингу и на финишной прямой чтобы не испортить всю работу будьте очень аккуратны и внимательны именно с кончиком с носиком я удлинение дело на нашей форме которая имеет длину 14 единиц ну то есть это фактически там 14 цифровое обозначение фактически 15 15 единиц хорошо качественно зачищаю он просто красавчик просто красавчик убираю опил убираю опил с рабочей поверхности убираю опил непосредственно с пальчика кстати очень люблю вот такими сухими маникюрными салфетками пользоваться и убирать опил они прям хорошо хорошо в себя пыль впитывают еще до этапа обезжиривания прям ее эти как убирают осталась граница в зоне кутику вы которую мы с вами сейчас аккуратненько доложим линеарной кисточкой для этого мне нужно обезжирить смотрите какая глубина цвета ну прям класс когда катя в эфире помнишь восторг приходила от дизайнов с кружечками с нашими новыми на и адресами и сейчас прихожу восторг от красивого стилета просто южа донщинка богиня богиня скорость не точно так берем линьарную кисточку и при помощи линеарки уже выполняем под кутикулой потому что если бы мы с вами делали это сразу на этапе выкладки такой велик риск что гель затечет он насыщенного синего цвета поэтому сделать это линеарка уже после в общем то времени много не займет и получится по аккуратней потом уже после нанесения масла кутикула естественно чуть-чуть опустится доложили подсушиваем и именно на этом цвете я не случайно выбрала этот цвет хочу сегодня сделать дизайн достаточно редко в эфире какие-то дизайны показываю в основном только моделирование здесь вот прям располагает и длина ногтя и очень красивый витражный гель то есть его цвет его фон он конечно прям располагает к тому чтобы на нем выполнили дизайн так подсушили смотрите я подсушила можно обезжирить и в принципе аккуратненько тут уже пилочка не пилить кутикулы шлифовщиком пройти смотрите вообще ложится четко чисто с никакой ступени такой явной границы ничего нет и прям шлифовщиком аккуратненько пришли так убираю что ждут на салфит обезжириваем и теперь что мы с вами будем делать теперь я хотела бы сегодня использовать вот такую ракушку с нашим дизайном сейчас вообще прям трендовая история очень модно очень классно делает такие объемные дизайны на первый взгляд даже кажется что вау но очень экстравагантный но как раз таки к таким ногтям это просто самое то что я буду делать я в хаотичном порядке сейчас нанесу топ т класс на поверхность вот таким вариантом можно чуть 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 побольше пошире и при помощи пинцета хочу сделать выкладку ракушкой выкладку ракушка вот этот история мне нравится прям вот в объем чеки то есть мне сейчас ты класс нужен просто для того чтобы под полимеризовать вот этот объем я прямо ставлю то есть то что она торчит это наоборот придаст такое дополнительный скажем так шарм нашему дизайну ну конечно без переборов до супер супер торчащего но тем не менее смотрите вот такую штучку можно вот сюда то есть тут уже естественно идет полет мастера конечно полет фантазии вот мне захотелось сегодня немного блеска и вот такой вот истории небольшую сделаем сейчас нашу выкладку вот такое сочетание именно с фоном витража просто магическом очень красивая получается я себе пробовал этот дизайн на типсе делать и он мне очень понравился я поэтому решила что мне нужно вам в эфире обязательно показать какие то хочется именно вот дополнить это небольшими такими фрагментами большими кусочками так и потом мы еще с вами это декорируем и вот здесь у меня есть еще вот такая часть я еще суд сюда раз добавлю подвинем чем ближе в общем девочки мальчики мастера предложите свою фантазию хорошее настроение еще вот очень красиво подсушиваем что я сделала я взяла просто текласс и сверху на текласс зафиксировала такую красивенькую ракушку и отправила на просушку далее мне понадобится топ-вельвет потому что я хочу чтобы у меня основа и полностью весь мой ноготь он имел матовый матовый эффект 30 секунд сейчас подсушится ты класс и мы будем сверху прям сверху выполнять покрытие матовым финишем финиш я буду наносить уже полностью от кутикулы прям вот заливая вот эти части где у меня мои декоративные элементы выпирают просто чтобы у меня там пустоты не осталось не осталось воздушных каких-то пузырей а здесь уже я вельвет разношу полностью на все покрытие равномерно чисто финишное покрытие люблю дорабатывать при помощи линеарной кисточки тем более у нас декоративные элементы присутствуют на поверхности да и соответственно выложить идеально финишное покрытие вельвет тоже можно выровнять как и любой топ его можно выровнять естественно какие-то вот там пузырь какой-то попался убираем кисточка его большое количество материала тоже на носике сильно не оставляйте для того чтобы не перегружать подводим уже финиш непосредственно под кутикулу вот таким образом можно перевернуть сцентровать я не люблю когда на носике собирается знаете когда вы пилите архитектуру ногти классные чистые а потом финишем взяли все испортили поэтому тут уже на этапе финишного покрытия можно можно немножечко повыравнивать выровняли вельвет вельвет топ сейчас с вами будем просушивать две минутки топ вельвет так пока вельвет у нас просушивается возможно кто-то присоединился в процессе мы выполняли моделирование при помощи одноразовых форм формы достаточно большие то есть у нас цифровое обозначение доходит до 14 единиц моделирование мы сделали полностью на всю длину формы в форме стиле использовали мы гель мазарини это витражный скульптурный жесткий гель имеющий в своем составе вот такой красивый синий пигмент очень чистый обращаю внимание на то что кстати гель абсолютно не пузырится не ложится пузырями потому что большая проблема для витражей когда ты начинаешь накручивать кисточку пузыри а здесь этого не происходит очень комфортно для работы витражный гель и далее мы выполняем дизайн сегодня мне захотелось именно на этом фоне выполнить такой небольшой дизайн в духе сегодняшних трендов хочется сделать что-то красивое и объемная при этом покрыла я сейчас толстые класса топ т классом покрыла ноготь на ноготь зафиксировала на зону где топ т класс я зафиксировала в такую ракушку и сверху все полностью перекрыла вельвет топом и отправила ноготь на просушку на две минуты время сейчас он это у нас это стечет пока ноготь досушивается мы можем с вами подготовиться подготовиться к следующему этапу следующий этап у нас будет такой давай ручку смотрите какой он стал матовый очень красивое сочетание причем смотрите классно да вот так ракушка она прям розовая а здесь на синем фоне она заиграла немножко другими красками такого кота лазурный цвет морской волны такие переливы очень красивое сочетание очень хорошо смотрится дальше у нас не менее важный этап в общем-то дизайн простой просто требующих требующий нескольких этапов я взяла там на палитрочку взяла себе краску черную эта краска черный тюльпан черный тюльпан и теперь при помощи черного тюльпана я буду кисточкой вот эти без заморочек как скажем так как душа ляжет до без каких-то фигурных вырисовок если вам хочется вы можете хоть вензеля вокруг нарисовать то есть конечно же все зависит от того какой вы хотите эффект получить я хочу немножечко сейчас смягчить углы ракушки потому что все таки ракушка имеет таки где-то не неровные очертания где-то эти очертания более острые я эти острые углы сейчас хочу убрать делаю это приправит фактически такую обводочку делаю сильно тонко я не буду делать потому что все таки мне нужен некоторый объем некоторый объем мне нужен от у меня тут остался кусочек торчит у меня ракушки я не хочу чтобы так было просто щипчиками откусила чтобы уже не опиливать так продолжаю делать такую хаотичную обрисовку еще раз вы можете делать ее как вам вот как вашей душе угодно если кто-то хочет можно сделать более какие-то четкие очертания можно добавить там роспись то есть в общем то этот дизайн можно в любую стилистику ввести сделать его более таким нежным можно наоборот с его сочетать там с какими-то геометрическими историями то потому что ноготок делаем один а конечно же если это делать в варианте маникюра да если это все пять пальчиков или например если эта работа конкурс на можно выработать какой-то концепт взять это за идею и уже скажем так воплотить ее и повторить чтобы это было читаемо на всех оставшихся ноготках делаю вот такой вариант просто в центре где-то можно еще добавить то есть тут на усмотрение и отправляю на просушку черный тюльпан на две минутки клади пальчик две минуты просушиваем краска черный тюльпан далее мне понадобится фольга золотая я хочу ее отпечатать возьму кусочек золотой фольги и на черный тюльпан буду делать отпечатывание фольгой такой вариант можно увести его в морскую тематику здесь уже смотрите на свое усмотрение но две минуты нам конечно же придется подождать фольга золотая здесь у нас предварительно был топ вельвет и наши красивые минута прошла еще подсушиваем красивые наши витражные гели кстати у нас еще есть другой вариант форм форма одноразовых на липкой основе здесь у нас форма с перфорацией мы сегодня использовали ее полностью на всю длину можно эту перфорацию если вы моделируете просто обычные салонные ногти эту длину можно убрать чтобы она не мешала и уже моделировать более короткий вариант сейчас у нас представлены еще новый вариант он уже без этого удлинения прошло две минутки нет еще юля твоя лампа сбила лампа до лампа пикает мне кажется что это наше время модельные показывает что нет еще две минуты не прошло нам очень важно просушить именно в течение двух минут это важно для того чтобы хорошо отпечатать фольгу поэтому немножечко подождем так отпечаталась еще не отпечаталась высохла берем фольгу здесь у нас рельеф вы понимаете да поэтому естественно печатать нужно будет повторно несколько раз сразу прям все идеально просто нереально отпечатать за счет того что разная и высота и фактура вообще на топ вельвет у нас фольга не будет ложиться но если знаете как сильно сильно придавить это в некоторых местах может и отпечататься на вельвете потом после того как мы сейчас наше золото наше великолепие закрепим финишным покрытием потом можно будет ненужную часть фольги которая сейчас поворотики которые у нас отпечаталась можно будет уже ее убрать просто при помощи обезжиривателя легко это происходит господи как красиво очень нравится мне действительно сейчас этот тренд вот такие вот объемные истории это очень красиво фольгу мы отпечатали вот так красиво это получается и теперь просто при помощи линеарной кисточки и топ текласа мы выполняем финишное покрытие нашего декоративного элемента для того чтобы не мучиться не сидеть не выводить это долго линеаркой можно взять топ теклас и основную вот эту часть основную историю перекрыть вот он он просто под финишным покрытием начинает играть естественно новыми красками до ноготь начинает блестеть и теперь по контуру можно даже выходя чуть-чуть за него опять таки все зависит от скажем так эффекта который вы хотите то есть если вы выйдете чуть-чуть за контур вот этот золотой за контур фольги у вас получится как такая более темная еще обводка вокруг тоже своего рода это тоже будет будет интересно поэтому здесь творческий полет мастера я прям очень хотела сделать этот вариант дизайна именно на большой длине потому что это смотрится красиво и смотрите при желании можно перевернуться центровать добавить еще капельку при желании если вы хотите можно в принципе взять и например более объемный гель и сделать высоту еще больше для того чтобы такая появилась глубина сушим и отправляем на просушку отправляем на просушку по окончанию процедуры можно будет я возьму сейчас безворсовую салфетку с обезжиривателем для того чтобы проконтролировать не осталось ли нигде у меня финишном топе в топе вельвет не осталось ли у меня фольги сейчас чуть-чуть подсушим покажем вам итоговый вариант так можно еще взять масло под рукой сухое масло для кутикулы для такого наведем лоск наведем лоск наш прекрасный прекрасный ноготь так ну давай две минут уже не будем топ сушить не будем уже сушить его две минуты сейчас просто маслица добавлю и вот здесь кончика при помощи евро-клинсера уберу части фольги которым не отпечаталась почистим аккуратно с фольгой уже ничего не будет она не сотрется потому что она у нас финишем перекрыто можно за это не переживать посмотрите какой красивый очень красивый длинный стилет выполнили мы его с вами сделали смоделировали при помощи красивого нашего витражного геля вот с таким сочетанием сейчас фокус попробуем смотрите такой перелив можно его повторять да можно где-то от кутикулы с переходом на свободный край то есть тут уже все зависит от вашего желания от того что какой конечный результат вы хотите получить если у вас остались вопросы можете поделиться с нами написать их в комментариях и в комментариях мы обязательно на них ответим такая творческая работа на сегодня получилось я благодарю всех за внимание желаю всем творческих успехов и до новых встреч пока пока